Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о старом как мир заболевании чесотке. Оказывается, она никуда из нашей жизни не исчезла. Вот Минздрав Республики Башкортостан опубликовал данные о санитарно-эпидемиологическом благополучии граждан. Оказывается, в Нуримановском, Стерлибашевском, Мечетлинском и Буздягском районе высокий показатель заболеваемости чесоткой. Особенно тревожной ситуацией выглядит в Нуримановском районе. В 30 районах и городах чесотка в прошлом году не фиксировалась. Так повезло жителям Стерли-Тамака, Кумертау, Агидели, а также Чекмагушевского, Благоварского, Бешбулякского, Бурзянского и других районах. Заболеваемость чесоткой по Башкирии составила 3,15 случаев на 100 тысяч человек. Это выше, чем в 21 году, но меньше, чем в 22 году. Причина чесотки. Чесоточный клещ. Он питается чешуйками отмершей кожи и большую часть своей жизни он проводит в коже, а на поверхности появляется только для спаривания. Спаривание клещей происходит вечером. После этого самцы умирают, а самки прогрызают кожу человека и делают в ней чесоточные ходы. В них они откладывают 2-4 яйца. Вылупившиеся личинки выходят на поверхность кожи и внедряются волосяные фолликулы. Через пару дней они линяют и становятся нимфами, а затем взрослыми особами, готовыми к спариванию. Клещ быстро погибает во внешней среде. Он не способен поглощать воду из воздуха, поэтому умирает от дефицита влаги. Для паразита губительна температура выше 55 градусов. Обычно заражение происходит с самками и личинками одновременно. Есть два пути передачи чесотки, прямой и непрямой. Прямое заражение происходит во время тесного телесного контакта. Известны случаи передачи клеща от зараженного человека здоровому даже во время крепкого рукопожатия. А не прямое заражение без прямого контакта с инфицированным в бане, в гостинице, в подъезде, там, где множество людей прикасаются к одним и тем же предметам, на которых находятся клещи. Наиболее часто чесоткой заражаются в детских домах, интернатах, общежитиях, казармах, тюрьмах, там, где люди живут большим коллективом. Инкубационный период зависит от того, как произошло заражение. При заражении личинками симптомы появляются через 10-14 дней. Типичная чесотка самая распространенная. Она сопровождается мучительным зудом, чесоточными входами, узелками и пузырьками на коже. Характерный симптом зуд появляется через 10-14 дней после заражения. Зуд усиливается вечером и ночью. В это время чесоточные клещи активны. Для лечения типичной чесотки назначают лекарственные препараты, которые уничтожают клещи и их личинки. Болезнь проходит за 2-3 недели. Чесотка чистоплотных в основном бывает у людей, которые принимают душ или ванну вечером. У них почти нет на коже узелков и пузырьков. Лечение чесотки чистоплотных такое же, как и типичной чесотки. Норвежская чесотка редкая и очень заразная форма заболевания. Впервые было выявлено норвежскими врачами в 1848 году у больных проказой. Осложнение чесотки. Осложнение чесотки в виде дерматита и вторичной пиодермии, то есть нагноения, возникают у 50% пациентов. Изменение кожи при чесотке, осложнённой присоединением вторичной инфекции, это импетига, фолликулит, фурункулёз и паронихия. У детей чесотка передаётся, как правило, прямым путём. Так бывает при сне в одной кровати, при контактных играх, использовании общих игрушек. Кроме того, подхватить чесотку дети могут в скученных коллективах, в детских домах, больницах, спортивных секциях, бассейнов. У подростков встречается заражение чесоткой при половых контактах. Симптомы чесотки у детей сильный зуд, обычно вечером и ночью сыпь, чесоточные ходы, узелки и пузырьки на коже. При правильном и своевременном лечении прогноз чесотки благоприятный. Болезнь излечивается в среднем за 4-7 дней, после чего врач наблюдает за состоянием пациента в течение 2-3 недель. Остаточный зуд может сохраниться ещё на 10-14 дней. Меры профилактики чесотки. Лечение и диспансерное наблюдение всех людей, заболевших чесоткой. Ликвидация очагов чесотки. Обеззараживание постельного и нательного белья. Регулярные профилактические осмотры детей взрослых в стационарах, домах престарелых, в колониях и в детских домах.